Как в Алтайском крае планируют увеличить продолжительность жизни, пытаются разобраться журналисты информационного портала Толк. В Госдуме в начале декабря обсуждали стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Основная ее задача повысить среднюю продолжительность жизни до 78,5 лет. Сейчас она составляет от 71 до 73 лет. В Алтайском крае еще ниже. Что, по мнению наших медиков, необходимо для того, чтобы жить люди стали дольше? Читайте на толке. Частный сектор Наукограда подключают газу, пишет бейский рабочий. Почему люди далеко не всегда с удовольствием переходят на голубое топливо, либо вовсе не переходят? Ответ прост – дорого. Жителей пугают запредельные цены, да и схема подключения неудобна, а зачастую и непонятна. Подробности газификации частного сектора Бийска читайте на страницах бейского рабочего. В исправительные учреждения края этапировано более 60 осужденных мужчин, сообщают аргументы и факты Алтай. Это те, кто отбывают наказание за особо тяжкие преступления. Первая в России колония для пожизненно заключенных «Черный беркут» готовится к закрытию из-за практически полного износа строений, выполненных из дерева. Именно поэтому часть заключенных, которым пожизненное заменили. На 25-летний срок из ее стен переводят на Алтай. Новую книгу о Марке Юдалевиче к 100-летнему юбилею писателя презентуют в Шишковке, сообщает Политсибру. Автор – Елена Балакина, доцент Алтайского государственного педагогического университета. Основу биографической части книги составили воспоминания Марка Иосифовича, которые записаны на аудиокассеты, а затем расшифрованы автором в 2001-2003 годах. Фрагменты писем и воспоминаний, тексты архивных документов приводятся с сохранением стиля и содержания источника. Презентация книги пройдет 20 декабря, начало в 18 часов. Очередная акция барнаульских моржей ошеломила жителей. Группа людей разделалась в центре города ради флэш-моба. При минусовой температуре они танцевали и обливались ледяной водой под песню Михаила Евдокимова «Банька». Как рассказал журналистом «Комсомольской правды» Барнаул предводитель моржей, Александр Зеленецкий – это была подготовка. В марте, уточнил он, мы планируем установить мировой рекорд по обливанию холодной водой. Соберется порядка 500 человек.